Приветствую вас! Никакой политики, одна экономика. Любимая тема для дискуссий. Может ли для Украины рынок Евросоюза заменить потерю рынка России? Ну давайте проверим. Хотя про это уже несколько раз говорили, но не лишний раз вам поговорить. Это вот данные Национального банка, внешней торговли Украины с Россией. Отдельно экспорт товаров и отдельно экспорт услуг. Соответственно импорт. Тут взят 11-й год, 12-й, 13-й, 13-й специально выделили для наглядности, и 18-й. Обращаю ваше внимание, что да, действительно, если сравнить 13-й с 18-й, упал и экспорт, и импорт. То есть и экспорт в Украине в Россию упал, и импорт с Россией в Украине тоже упал. Обращаю ваше внимание, что довольно громадное отрицательное сальдо Украины внешней торговли с Россией. После 13-го это отрицательное сальдо Украины даже немножко уменьшилось, хотя сейчас опять выросло, минус 5 миллиардов. По итогу 17-го года минус 5 миллиардов. Но хочу обратить ваше внимание на один довольно важный факт. Видите, экспорт товаров из Украины в Россию в 11-е, 12-е, 13-е. Видите, он уменьшается. То есть, грубо говоря, да, после 13-го там вообще полный обвал, и сейчас значительно меньше экспортируют. Но Россия и раньше выталкивала украинские товары своего рынка. Торговые войны, запреты, это характерно для России. Так что, по этой причине, когда Янукович говорил, давайте, ему пацаны говорили, ты что, не видел, что творится? Давайте. Что касается импорта, смотрите, в этой табличке нет импорта российского газа. Официально российский газ мы покупаем в Европе. По этой причине, если видите, нам 11-е, 12-е, 13-е, импорт 20-е, 26-е, то сейчас импорта поменьше. Но, если вы добавите, опять же, российский газ, импорта из России в Украину будет больше, не 8 миллиардов, больше. Но, я думаю, 20 дней будет, все-таки поменьше, а вот где-то 12-14 миллиардов будет. То есть, на сегодняшний момент, отрицательный сальдо внешней торговли Украины с Россией громадный. И что-то сделать, переломить, невозможно. Еще напоминаю, в 11-м году, отрицательный сальдо, 12-е, было тоже громадный. Несмотря на все разговоры, что Россия кормит Украину. Это никогда не было. Наоборот, Украина всегда финансирует, кормит Россию. Отрицательный сальдо, это означает, что Украина больше отдает валюту, чем получает. А теперь, смотрим экспорт, импорт услуг. Здесь все наоборот. Здесь действительно, Украина зарабатывает. Да, она зарабатывает. Ну, вы знаете, что на сегодняшний момент, очень популярны разговоры про газо-транспортную систему. Если вы посмотрите, видите, в 13-м году, экспорт услуг 10 миллиардов, импорт 3 миллиарда, положительный сальдо 7,5 миллиардов. Это не газо-транспортная система. Газо-транспортная система, действительно, она приносит доход, я не скажу. Она приносит, но мы потеряли другое. Мы потеряли то, что постоянно любили фастаться в транспортных городах. Вот почему в 13-м году экспорт услуг в России, из Украины, был 10 миллиардов. А потом что? ЖД-услуги, авиационные услуги, грузовые услуги. Вот, вот, вот. Вот это что мы потеряли. А теперь, если вы посмотрите, видите как? 5, 3, 3, 2, 3, то есть, грубо говоря, мы уже потеряли. Так что газо-транспортная система, конечно, играет роль, но уже не настолько важна. Мы потеряли больше другого услуга. Ну, а теперь самый главный ответ. А как же рынок Евросоюза? Может заменить Россию или нет? Это вот экспорт-импорт товаров. Опять же, 13-й год выделяем. И еще раз обращаю ваше внимание, что если сравнить 2018-й год и 2013-й год, экспорт Украины в России уменьшился на 10 миллиардов. Если сравним импорт из России и Украины, уменьшился почти на 15 миллиардов. То есть, получилось, и Россия начала меньше поставлять товаров. Опять же, это без газа. Я так понимаю, что если добавить газ, минус будет поменьше, но он имеет низ. То есть, в данном случае, вполне можно сказать, что Украина на сегодняшний момент потеряла довольно много. Вот закрытие рынка России, минус 10 миллиардов для нашего экспорта, это много. Однозначно. Евросоюз. Ну, что вам скажу. Да, вот в 2018-м году Украина поставила Евросоюз 16 миллиардов товаров на 16 миллиардов. В 2013-м 14. Плюс, да, 2,3 миллиарда. Плюс. Да, да, да. Плюс, действительно, Украина поставляет, как бы, Евросоюз больше товаров, чем в 2013-м году. Хотя, обращаю ваше внимание, что в 15-м, в 16-м поставляла меньше, чем в 2013-м. То есть, сначала упали, теперь выросли. Импорт. Ну, вот этот импорт, который из Евросоюза идет. Да, здесь есть газ. Сразу говорю. Но мы покупаем больше всего из Евросоюза этот автомобиль. Да, тоже, как видите, импорт из Евросоюза в Украину тоже уменьшился. Меньше начали покупать. Да, евробляги свои сделали. Так что, такое имеет место. Но, обращаю ваше внимание, смотрите, видите. Берем вот 18-й и, ну, давайте возьмем для наглядности даже 11-й. Разница небольшая. То есть, все равно зависимость Украины от импорта с Евросоюза, ну, уменьшилась. Но не сильно. Я думаю, что в ближайшее время вырастет. То есть, опять же, начнут больше покупать легких автомобилей. И опять будет импорт большой. Обращаю ваше внимание, что с Евросоюзом у нас тоже отрицательные внешнеторговые сальто. Ну, что вам сказать. Мы сами, наверное, обратили внимание. Если мы поставляем в Евросоюз, ой, извиняюсь, если мы поставляем в Россию на 10 миллиардов долларов товаров меньше, а в Евросоюз поставляем на 2 миллиарда товаров больше, это не замена. Это не сработало. Хотя это было понятно с самого начала. Но еще раз повторяю вам, ребята. Россия давно выталкивал украинские товары. То есть, торговые войны не затихали. Полностью перейти на рынок Евросоюза. Там больше, значительно больше, чем в России. Но там тоже никто не ждет Украину. По этой причине нам сложно туда заходить. Архи сложно. Украина может увеличить экспорт товаров в Евросоюз, если возьмет, еще раз повторяю, Третьевский метод производственных операций. Тогда, да, действительно, возможно, ну не знаю, там год, два, три. Нет, а год мало. Но лет пять. И тогда, действительно, экспорт Украины в страны Евросоюза может превысить экспорт Украины в Россию до 2013 года. Такое может быть. Но! Отрицательная сальта. Отрицательная сальта будет во внешней торговле и с Россией, и с Евросоюзом. У нас в Азии положительная внешняя торговля сальта.